Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И сейчас я нахожусь в Петрозаводске, в Карелии, в столице Карелии. И со мной Зоя. Зоя это не просто жительница Петрозаводска, Карелия это очень активный человек. И Зоя, можешь сказать немного о себе? Ты работаешь в национальном парке, заповеднике, правильно? Да, да. Ну, я родилась в Петрозаводске. Я живу здесь уже, страшно сказать, 30 лет. Я закончила здесь школу, я поступила здесь в университет, закончила филологический факультет. И в принципе по специальности работаю всю свою жизнь. Я работаю в пресс-службах. Начинала в Госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Писала про пожары, огнетушители, мужчинах в форме и так далее. Вот. Затем судьба забросила в всемирно известный музей-заповедник Кижи. Там тоже я работала и в газете, и выезжала на остров, и общалась с туристами и так далее. Вот. Затем пригласили в Министерство культуры наше ведомство, да. Им не хватало, так сказать, умелых рук, как было сказано, да. И там отработала 5 лет. Занималась туризмом, культурой, то есть такой более обширный профиль. И потом переманили. Вот сейчас я на луне природы пишу, да, об особо охраняемых природных территориях. И вот работаю в национальном парке Ватлазерск. И этот национальный парк, правильно, он находится одновременно на территории Карелии и Архангельской области? Да, все верно. Это единственный, в принципе, национальный парк, который расположен на двух территориях субъектов Российской Федерации. То есть тут такой уникальный. У нас очень большая территория. Собственно, поэтому созданы административные центры и в Карелии, и в Архангельской области, чтобы наше руководство могло взаимодействовать с местным населением и с сотрудниками на местах. Здорово. А какие у вас интересные животные там водятся? Ну, у нас их достаточно много. В силу того, что это национальный парк, мы сохраняем популяции различных животных, в том числе занесенных в Красную книгу Карелии и России. Ну, например, символом нашего парка является орлан-белохвост. Это птица, да, огромная, с размахом крыла, ну, наверное, метра три с половиной взрослый остров достигает. Вот. Оно хищное, то есть были истории, когда орлан-белохвост мог поднять даже маленького ребенка в семи лет. Вот, да. Так что такое. И ты знаешь, сегодня мой первый день в Петрозаводске, и мне этот город очень понравится. Он очень зеленый, да, очень приятный, спокойный, люди спокойные, и такой немножко европейский, да, это согласно со мной. Есть такая черта у Петрозаводска, да. Ну, во-первых, у нас очень много архитектурных построек, сделанных самими финнами. Поэтому в свое время, да, Карелла-Финская война оставила свой отпечаток, поэтому, собственно, и архитектура осталась, и финноговорящее население осталось, и та же самая граница далеко не ушла, поэтому мы в таком плотном соседстве, постоянных каких-то взаимодействий, постоянных совместных мероприятиях. Это такой хороший тренд Петрозаводска, когда и культурные события, и там, туризм, и так далее, они совместно делаются с финнами, и даже иногда с норвежцами. А хорошее отношение между скандинавами и арилами? Да, да, сегодня они налажены, сегодня это работает, и слава богу. Вот, турист европейский тоже потянулся к нам в Петрозаводск, это приятно, очень много финнов отдыхают здесь летом, вот, и очень любят и Кижи, и Валаам, и Соловки, и сейчас Рускеала, и заповедник Кивач, то есть такие места для посещения, которые must have. Я туда пойду, надеюсь. Да, и скажи, тебе как жительнице Петрозаводска вообще нравится здесь жить, и почему? Да, я люблю Петрозаводск, ну, во-первых, я здесь родилась, да, обычно город, в котором родился, он такой родной, любимый, но, во-вторых, он находится на берегу водоема. Озеро Онежское, оно второе по величине, да, очень похоже на море, так и говорят, то есть, ну, это всегда красиво, это приятно. В-третьих, здесь очень классная такая культурная атмосфера города, то есть, это очень много театров, очень много музеев, очень много арт-пространств, которые предлагают широкий спектр того, что ты можешь выбрать, поэтому здесь как и молодежь, так и пенсионный возраст и так далее, есть чем заняться и чем себя удивить, поэтому это работает. Нет, большое спасибо, а если бы ты могла назвать три места, которые стоит посетить в Петрозаводске и вокруг Петрозаводска, может быть, даже в Карелии, что бы это было? Ну, давай сделаем так, три места в Карелии и три места в Петрозаводске. Ну, давай, топ-3. Смотри, топ-3, значит, ну, во-первых, Национальный парк Подлазерский, я всех приглашаю, да. Конечно, конечно, да. Вот, во-вторых, это гора Ваттовара, сейчас ее тоже активно раскручивают, природа очень красивая, очень по-северному дикая, красоты вот эти сейды, камни, которые на древних капечах стоят, мхи серо-зеленые, старые сосны, такие высохшие, то есть такое, говорят, что это место силы, гора, на которой, когда-то, говорят, собиралась нечисть. Много легенд вокруг этой горы сейчас, очень многие ездят туда своим ходом на машине, сейчас пока это такое место, куда можно набраться только диким туристам, без организованной экскурсии, но это стоит того, это очень круто. А где это? Это на севере, это недалеко от Национального парка Панайярве, тоже вот те места более изучены туристам, да, на границе с Финляндией, эти места более заброшены, тоже очень красиво. Ну и, наверное, всеми известные Кижи, потому что, ну, это наша жемчужина, это наша визитная карточка, которая Карелии всегда презентуется во всех странах мира, в том числе в Финляндии, сейчас недавно и в Италию ездили, в общем, множество стран. Друзья, смотрите мое видео об острове Кижи. Вот, поэтому это такие топ-3, которые я бы советовала посетить в Карелии. То, что в Петрозаводске, ну, во-первых, это один из театров, у нас их 5, 4 государственных, один негосударственный. Вот, конечно, самым ярким впечатлением, на мой взгляд, для туриста станет посещение Национального театра Республики Карелия, потому что здесь ставятся спектакли на вепских языках, карельском, на ливиковском, на речи, насколько я знаю, на русском. То есть тут такой спектр языковой большой, можно выбрать все, что понравится, и, как правило, они основаны на произведениях либо финских авторов, либо наших карельских, что тоже интересно. Второе, я бы посоветовала природный парк, называется Чёртов стул. Он находится недалеко от Петрозаводска, да, и почему так называется? Потому что гора образует такую, как проплешину и как стул, получается, в котором, по поверью, тоже сидел Чёрт. Достаточно популярное место для отдыха петрозаводчан, красивая природа, голые скалы северные, рядом ботанический сад Петрозаводского госуниверситета, то есть такой all-inclusive, я бы сказала. Ну и третье, я бы посоветовала, конечно, если есть возможность выйти в Онегу на яхте, и если нет, то хотя бы прогуляться по нашей набережной, потому что она тоже очень красивая, и не каждый город может похвастаться набережной, что приятно. Я, например, когда путешествую в другие города, я всегда прихожу к водоему, не знаю, может быть, в силу того, что я родилась в Лады, мне очень комфортно, когда я приезжаю, в городе есть большая река, озеро, море вообще идеально. Конечно, это всегда приятно, да, умиротворяет. А, например, на Новый год или зимой, или вообще, какие такие, может быть, какой-то сумасшедший опыт интересный, который можно попробовать в Карелии? Ну, в Карелии зимой, как правило, все приезжают кататься на собачьих упряжках, а вот у нас даже такой фестиваль проходит уже не первый год, вот приезжают спортсмены со всей, в США были, из Канады, откуда только нет специалистов, которые умеют управляться собаками, вот, а так люди у нас, это тоже такой туризм стал популярным, поэтому многие туристы приезжают посмотреть на этих северных собак, прокатиться, ощутить это все. Понятно, большое спасибо. А у меня последний вопрос, вот я сегодня, мой первый вечер в Карелии, и я думаю, что будут белые ночи, да, сейчас белые ночи? Да, да. Я уже 15 лет, у меня не было опыта белых ночей, что ты порекомендуешь, чтобы пережить это? Да не знаю, у нас просто темные изнавески, да, так это всегда приятно, можно в любое время выйти на улицу города, и у нас молодежь всегда гуляет до 3 до 4 утра, белые ночи, я думаю, способствуют этому. Понятно, то есть для карелов белые ночи это такой повод побольше встречаться с друзьями. Да, я думаю, что да. Ну все, дорогие друзья, большое спасибо, что смотрите это интервью. Под интервью будет ссылка на сайт заповедника, хорошо, обязательно посмотрите, если вы хотите его посетить, я думаю, это будет здорово в любое время года. Да, конечно. Да, хорошо. Ну все, приглашаем вас в Карелию. Пока-пока. Приезжайте, пока.